Доброе утро, Бокертов. Сегодня я отвечу на вопрос, как сказать на иврите «видеть и смотреть». Этот материал предназначен для изучающих на разных уровнях. Сначала для начинающих и тех, кто изучает на среднем уровне. Первое слово – РОЭ. Я записываю слова в форме мужского рода единственного числа настоящего времени. РОЭ – вижу. Неопределенная форма – ЛИРОТ – видеть. Этот глагол предполагает использование предлога ЭТ как основной предлог. Например, АНИ РОЭ ЭТ АШУЛЬХАН – я вижу конкретный стол. Винительный падеж. Кого? Что? Я вижу, например, стол, АНИ РОЭ – ЭТ АШУЛЬХАН. Теперь важно здесь понять, что когда я говорю предлог ЭТ, основной предлог, это не значит, что другие предлоги не используются. Например, я могу сказать АНИ РОЭ БЕ ХЕДЕР или БА ХЕДЕР. Я вижу в комнате. Например, я кого-то спрошу. МА АТА РОЭ БА ХЕДЕР. Что ты видишь в комнате? РОЭ БЕ получается «Где». То есть могут быть предлоги разные. Или, например, АНИ РОЭ МЕ АХАЛОН – я вижу из окна. Но основной предлог, здесь винительный падеж – я вижу, кого что – ЭТ. Следующее слово – МИСТАКЕЛЬ. Неопределенная форма – ЛЕГИСТАКЕЛЬ. МИСТАКЕЛЬ – это СМОТРЮ. Давайте почувствуем разницу, так же, как в русском языке. Например, я смотрю и не вижу. АНИ МИСТАКЕЛЬ В ЭЛЬОРОЕ – я смотрю и не вижу. То есть это не одно и то же. СМОТРЮ и ВИЖУ. Например, я смотрю на стол. АНИ МИСТАКЕЛЬ АЛЬ АШУЛХАН – я смотрю на стол. Я ВИЖУ СТОЛ, а НИ РОЭ – это ШУЛЬХАН. Я ВИЖУ СТОЛ. То есть разный немножко смысл. И предполагает, мы уже сказали этот глагол, основной его предлог – АЛЬ совпадает с русским языком. СМОТРЕТЬ НА, НА ЧТО-ТО. Бросать взгляд как бы на что-то. Ошибка популярная – АНИ МИСТАКЕЛЬ ТЕЛЕВИЗИЯ. Потому что мы переводим с русского языка. И получается – я смотрю телевизор. Это неправильно на иврите. То есть можно сказать – АНИ МИСТАКЕЛЬ АЛЬ ТЕЛЕВИЗИЯ. Но у нас получится, что я смотрю НА ТЕЛЕВИЗОР. Я не смотрю телевизор, а я смотрю НА ТЕЛЕВИЗОР. А чтобы сказать «Я смотрю телевизор», мы будем использовать другой глагол – ЦУФЭ. ЦУФЭ – это СМОТРЕТЬ в том плане, чтобы быть зрителем, наблюдать. В том числе и телевизор смотреть. И здесь мы будем использовать предлог БЕ. Например, я скажу АНИ ЦУФЭ – БЕ ТЕЛЕВИЗИЯ. Я смотрю телевизор. Я наблюдаю по телевизору. Дословно получается. Неопределенная форма – ЛИЦПОТ. И мы сказали, что ЦУФЭ – это еще и зритель. Тоже. В современном языке есть такое явление, что многие израильтяне не используют слово ЦУФЭ. И вместо ЦУФЭ говорят РУЭ. Например, кто-то скажет АНАХНУ РУИМ ТЕЛЕВИЗИЯ. Мы смотрим телевизор. То есть в современном языке это вполне допускается, хотя, конечно, это и в ритм не очень высокого уровня. То, что я сказал до сих пор, это предназначено было для начинающих и тем, кто находится на среднем уровне. Следующие слова для тех, кто находится на повышенном уровне изучения. Для тех, кто уже основы освоил. Итак, мы возьмем слово МОБИТ. Давайте я скажу, что МОБИТ – это соответствует русскому слову ГЛЯЖУ. Примерно так. Бросаю взгляд. Неопределенная форма. ЛЕГАБИТ. То есть так же, как в русском языке, мы далеко не все и не всегда мы используем слово ГЛЯДИТ, ГЛЯДЕТЬ, ПОГЛЯДИ, ГЛЯДИ. Что-то такое. Так же на иврите. Это слово очень редко встречается на практике в современном языке, но может встретиться в текстах. Поэтому можно его тоже запомнить. Отсюда слово, однокоренное слово МОБАТ – ВЗГЛЯД. ЛЕГАБИТ – БРОСИТЬ ВЗГЛЯД. ПОСМОТРЕТЬ, ГЛЯДЕТЬ. Следующее слово. МИТБОНЕН – В НАСТОЯЩЕМ ВРЕМЕНИ. Мы здесь поймем, что у нас связь со словом МЕВИН. Однокоренной глагол. МЕВИН – понимаю. ТРЮ с целью понять. То есть внимательно присматриваюсь к чему-то, чтобы понять, чтобы изучить. Неопределенная форма. ЛЕГИТ БОНЕН. И мы будем использовать предлог БЕ. То есть этот глагол на практике встречается только в тех случаях, когда мы хотим подчеркнуть, что вы не просто что-то смотрите или видите, а вы изучаете этот вопрос. Вы хотите понять, что происходит. Сделать какой-то вывод. Похожее слово. Редкое. МЕАЙЕН. И мы обратим внимание, что здесь в корне у нас те же буквы, те же буквы, что в слове АЙН. АЙН – это глаз. МЕАЙЕН – это изучаю, просматриваю, с целью изучить, с целью ознакомиться. Неопределенная форма. ЛЕАЙЕН. И основной предлог тоже БЕ. То есть слово подходит тем, кто, например, занимается каким-то исследованием, тем, кто занимается научной работой. То есть просто так в обиходной речи мы это слово тоже не услышим. Следующее слово. МЕЦИЦ. МЕЦИЦ. МЕЦИЦ изначально – это очень быстро, быстро смотрю, просматриваю, бросаю взгляд. В современном языке основное значение этого слова – подглядываю. То есть я смотрю с целью что-то увидеть, так чтобы меня не увидели. МЕЦИЦ. МЕЦИЦ или, то, что я сказал, тоже в текстах может встретиться в значении – бегло посмотреть. И мы скажем с предлогом ЛЕ. Подсмотреть. ЛЕАЦИЦ – неопределенная форма. Подсматривать. Подсмотреть. Следующее слово. МАШКИЕВ. МАШКИЕВ – это смотрю, давайте скажем, наблюдаю. То есть смотрю, например, набросаю взгляд куда-то далеко, наблюдаю за пейзажем, например. Мы будем использовать в этом случае предлог АЛЬ. МАШКИЕВ – АЛЬ АНОВ. А не МАШКИЕВ – АЛЬ АНОВ. Я наблюдаю за пейзажем вокруг, например. Неопределенная форма. ЛЯШКИЕВ. И слово МАШКИЕВ в современном языке чаще используется как существительное наблюдатель. Ну, например, на выборах наблюдатель. Или наблюдатели, которые в хеврониях можно увидеть. Например, международные наблюдатели. Надеюсь, я ничего не забыл. Если забыл, я в комментариях потом допишу. Надеюсь, этот материал был интересен и полезен. Спасибо за внимание. Учите иврит вместе со мной. Подписывайтесь на мой канал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok